Блин, жалко, что я самую первую реакцию тоже не запил. Блин, Фунфурие, просто вообще король. Просто охуенно. И, кстати, почти ничего не поменялось. И ты сделал еще и мою версию сведения, дерьмовую. Как так офоенно-то. Прям, прям. Метальный снег, метальный дождь. Метальный воздух и вернешь из металла все вокруг. Блин, липсинка идеальная. По-моему, лучше даже стало, чем мыло. Это, по-моему, харизма, делай рок, да, типа? Металлический метал. Металлический метал. Металлический метал. Металл! Металлический метал. Металлический метал. Слушай, ну, господину... Забыл фамилию. Ну, для него соло-Фредо наложить это большая честь. А еще говорят, что у Фреда это, что-то с музицированием не так. Это группа Харизма и с этим господином у Фреда был небольшой какой-то там, ну какая-то херня, короче. Он же не только в Харизме, он еще в какой-то группе, в какой-то известной группе он еще играет. Забыл как зовут человека, фамилию. Вот, помню, что там тоже была какая-то очередная такая гитарная историка, истерика, Харизма, вот, Power Metal группа. Фамин, по-моему, да? А, мастер, господи, мастер, конечно, Dungeon Master. Вот, да, господин Фамин и группа Харизма. Если не ошибаюсь, это была песня, ну, я помню, что мы смотрели в рамках стрима песен про рок и про металл. То есть самое, как бы, тупое, что может быть, это металл про металл, рок про рок и вот, собственно, все это. И я запомнил, что это, по-моему, у них называлось что-то типа делай рок. Вот. И, соответственно, это было не так давно. Ну-ка, смотрим, давайте, смотрим, делай рок. Да, абсолютно верно. То есть вот есть моя реакция на этот клип. Ну, клип тоже такое, как бы, то есть... Знаете, причем, я хотел, как бы, я бы хотел докопаться, что в одной локации, но тут даже проблема не в одной локации, на самом деле. Потому что я недавно нашел клип, тоже в одном месте снятый, но очень прям здорово и явно не очень дорого. А здесь просто именно, как бы, тупизм освещения, скорее. Ну, опять же, это претензия не к господам гитаристам и музыкантам. К ним претензии по поводу их, конечно, великолепной музыки, да, делай рок. Да, а все-таки, ну, короче, кто вот придумал этот клип? То есть, как бы, разные ракурсы есть, но насколько нединамично все... Блин, я уже что-то начал по какой-то другой херне докапываться. Давайте я сейчас быстро вам найду... С другой стороны, мой клип-то вообще понятно, что... Хотя вам поинтереснее. Но... Во! War Eternal, то есть, вот этот клип, то есть, он как пример тем господам, которые все-таки... Ну, я не знаю, может, я что-то не понимаю, мне кажется, это не очень дорого так снять. То есть, как пример, что можно сделать в одной локации, и очень здорово. Хотя локация, надо признать, довольно, ну, большая. Тут просто какие-то, ну, темнота, сраные светильники мигают, флаги, и, наверное, вот эти вот, ну, самое вот сложное, это вот эти пиздажуи, которые вот плюются огнем. То есть, наверное, это действительно может быть сложность какая-то. То есть, там обычные вентиляторы стоят, ветродует сценические, раздувают флаги, развивают. Вот, все в одной локации, просто все, прикольная операторская работа чуть-чуть, не очень сложная. Огонь не нарисованный, а настоящий, да, как бы. Все, флаги развиваются из-за... Там это видно даже в некоторых кадрах. Вот. Это просто светильники. То есть, вот, видно, что просто они включили их как-то вот мигать, и все. И все, сразу ощущение, что ты там на корабле что-то творишь там, не знаю, невозможное твориться. Вот. А вообще, как бы, это, ну, относительно легко снять. И, извините, сорок, как бы, лямов просмотров, да. Вот. То есть, вон, ветродуй стоит. То есть, сделать, типа, моднейший крутой металл-клип, это не так сложно, на самом деле. А уж особенно, если легендарная группа Харизма и Мастер, и так далее. То есть, вот, по сути, и то в одной локации, и это в одной локации. Но есть один нюанс. В общем, к чему я это все вообще насрать? Фунфурье. Шикарная работа, я просто в восторге, лютая умора. И, в общем, ждем еще.